Люцерн – один из самых живописных городов Швейцарии. С этим городом связаны имена многих выдающихся артистов и музыкантов. В этот город часто приезжал и Рихард Вагнер. Его судьба драматична, но именно здесь он провел шесть счастливых лет вместе со своей семьей. И здесь же были написаны многие страницы его партитур. Сегодня мы побываем в его доме, стены которого еще помнят звуки рождающейся музыки Вагнера. За свою бурную, полную приключений жизнь Рихард Вагнер дважды находил надежное пристанище и условия для спокойной работы в Швейцарии. Первый раз это было в 1849 году. Он оказался в Цюрихе, где спасался от политического преследования. Гостеприимно распахнул двери своего дома Отто Визендонг, крупный фабрикант и меценат, почитатель таланта Вагнера. Вагнер наслаждался красотой швейцарской природы, которая была для него постоянным источником вдохновения. Здесь были написаны первые две части «Тетралогия и кольцо Небелунгов». Но не только природа вдохновляла его. Здесь же на виле Визендонгов разыгралась романтическая любовная драма Вагнера с женой его покровителя, 25-летней Матильдой Визендонг. Ей он посвятил несколько произведений, а ее стихотворные тексты положены в основу знаменитых песен Визендонг. Эти сложные отношения не имели будущего. Муж Матильды делал все, чтобы сохранить семью и не потерять друга. В 1859 году Вагнер отправляется в Люцерн. Он арендует целый этаж лучшего отеля «Швайцерхоф». Оплату всех расходов благородно взял на себя Отто Визендонг. Роман с Матильдой подходил к завершению, а вместе с ним заканчивался и первый швейцарский период в жизни Вагнера. Он писал своему старшему другу Ференцу Листу. «Поскольку мне не суждено в этой жизни наслаждаться счастьем любви, я хочу создать памятник этому прекраснейшему из сновидений». Этим памятником любви стала опера «Тристан и Изольда». Рихард Вагнер по природе был жизнелюбым. Вагнер обладал чувством юмора. Он очень любил природу и животных. Был чувствительным и очень симпатичным человеком. Но, с другой стороны, он всегда точно знал, чего хочет. И в достижении цели не гнушался никакими средствами. Он убирал все препятствия со своего пути. Я не могу считать, что он не гнушался. Если первый раз бегство в Швейцарию имело причины политического характера, то теперь Вагнер укрылся здесь от общественного скандала. И вновь любовный треугольник. Но на этот раз из-за Козимы фон Бюллов. Она была не только дочерью Ференца Листа, ближайшего друга Вагнера, но и женой выдающегося пианиста и дирижера Ганса фон Бюллова. Перед Вагнером встала, казалось бы, неразрешимая задача – завоевать Козиму, но при этом сохранить дружбу с Листом и Бюловым, который был идеальным исполнителем вагнеровских опер. Рихард Вагнер жил в этом доме шесть лет. С 1866 по 1872 год. Он поселился здесь один, затем к нему в гости приезжала будущая жена, а на тот момент любовница. Ей часто приходилось ездить к мужу Гансу фон Бюллову в Базель. Конечно, для всех эти отношения были очень напряженными. В конце концов, они решили, что Козима сюда переедет. Она приехала с двумя дочерьми от первого брака и с дочерью от Вагнера и Зольдой. Здесь появились на свет еще двое детей – дочь Ева и сын Зигфрид. Так что скоро в доме стало весьма шумно, благодаря пятерым детям. В дом, находящийся на самом берегу Люцернского озера, был привезен рояль Вагнера, за которым создавались вдохновенные страницы оперы «Нюрнбергские мейстер-зингеры». Это наша гордость – рояль Рихарда Вагнера, изготовленный на фабрике Пьера Эрара. Он был подарен вдовое Эрара Рихарду Вагнеру. Он всегда брал с собой этот рояль, объездил с ним всю Европу, и, наконец, его привезли сюда. Ференс Лист, возмущенный тем, что Вагнер вторгся в семью его дочери Ибюлова, приехал в Люцерн, чтобы положить конец этой двусмысленной истории. Напряженный разговор продолжался шесть часов, но когда Лист заметил на рояле вагнеровскую партитуру «Мейстер-зингеров», он забыл обо всем, играя до полуночи, а после «Искусство творит чудеса» благословил Вагнера и Козиму на создание семьи. А это свадебный подарок от ференцилиста. Это очень красивая вещь. Он как домашний алтарь. Открывается и становится видно маленького ангелочка, приносящего счастье. Так что этот подарок с глубоким смыслом. Козима стала женой Вагнера. При этом удалось сохранить и дружеские отношения с Бюловым. Он продолжал дирижировать в Мюнхене премьерами Тристана и «Мейстер-зингеров», прошедших с небывалым успехом. Напомним, что незадолго до того в Вене после 77 репетиций опера «Тристан» и «Изольда» была сочтена неисполнимой. Козима была очень уверенной в себе, сильной женщиной. Но к Вагнеру относилась с огромным уважением, обожествляла его. Козима и две ее сестры выросли под жестким контролем отца. Они всегда старались ему соответствовать, жаждали его похвалы. И к Вихарду Вагнеру у нее было похожее отношение. Она снова жертвовала собой и отдавала всю себя. С другой стороны, она точно знала, что хорошо для Вагнера, что ему нужно для творчества. Это были годы семейного покоя и благополучия в доме на полуострове в Трипшине. Помимо «Мейстер-зингеров», здесь были написаны также две последние оперы тетралогии «Кольцо небелунгов» — «Зигфрид и гибель богов». На этой лестнице впервые прозвучала идиллия Зигфрид. 24 декабря был день рождения Козимы, и Рихард Вагнер решил подарить ей что-то особенное. Он написал «Идиллию Зигфрид». Первое исполнение произведения должно было стать сюрпризом. И произошло следующее. Ранним утром, когда Козима еще спала, на этой лестничной площадке появились 16 музыкантов. Козима проснулась от звуков волшебной музыки. Когда прозвучал последний аккорд, Рихард Вагнер вошел к ней в комнату и преподнес ей партитуру. Это был один из самых счастливых моментов в ее жизни. Услышав музыку, Козима воскликнула. «Теперь дай мне умереть». Вагнер ответил. «Было бы легче умереть за меня, чем жить для меня». Люцернский дом часто наполнялся гостями. Сюда приезжал 24-летний Фридрих Ницше, молодой профессор классической филологии из Базельского университета. Под влиянием бесед с Вагнером в эти годы Ницше создает труд о рождении трагедии из духа музыки. Многие идеи Ницше о культе сильной личности, о сверхчеловеке были близки и Вагнеру. Впоследствии в искаженном виде эти идеи были подхвачены идеологами Третьего рейха, столь ценившими музыку Вагнера. Однажды на пороге дома внезапно появился юный король Баварский Людвиг II. Он приехал инкогнито, без свиты. Его мало интересовали государственные дела и вообще проза жизни. Он был влюблен в творчество Вагнера и утверждал, что по-настоящему родился на свет, когда впервые услышал вагнеровского Лоенгрина. Он часто повторял, «Я ношу корону, чтобы исполнять ваши желания». Людвиг Баварский помог осуществить мечту Вагнера – создать театр, где будут исполняться только его оперы. 22 мая 1872 года состоялась торжественная закладка нового здания Вагнеровского театра в Байрейте. Трипшинской идиллии приходит конец. Вагнер прощается с Люцерном и уезжает в Байрейт. Впереди было 11 лет жизни и создание последнего шедевра – оперы-мистерии «Парсифаль». АНС. Александр Николаевич Скрябин. Именно такое название дал своему странному громоздкому изобретению в 1957 году советский военный инженер...